Здравствуйте! Это «Сумма за неделю» информационная, немного развлекательная, итоговая программа, в которой вы увидите сюжеты из недавнего прошлого про самое настоящее. Увидите, кстати, в последний раз. Программа закрывается. У нас сегодня финальный, но не печальный выпуск. В конце обязательно как следует попрощаемся и все честно объясним. А пока, как ни в чем не бывало, сделаем свое дело. Подведем итоги недели. Итак, сегодня в программе ВИЧ и протест, как екатеринбуржцы и их соратники из других городов добиваются лекарств и как государство пошло на атаку против тех, кто отрицает сам факт существования вируса. Екатеринбург первым из хозяев грядущего чемпионата мира по футболу открыл свой стадион. Прошлые и настоящие новые арены. Отучился? Изжай работать по распределению. Зачем хотят возродить опыт советской трудовой принудиловки и какие есть альтернативы? Два слова. Екатеринбург и ВИЧ снова в одном предложении. О том, что в нашем городе есть такая проблема, не секрет. Где о проблеме только не говорили. Даже на рэп-концертах. И помните ли вы такой факт в стихотворном ответе губернатора одному из рэперов. Теперь наши с вами земляки в Москве участвуют в акции, связанной с правами инфицированных. Одновременно на этой неделе правительство решило пойти в наступление на тех зараженных ВИЧ, которые отрицают сам факт существования смертельного вируса. Обо всем происходящем расскажут мои коллеги, собиравшие материал и в столице страны, и в столице Урала. Буквы на футболках активистов в зале, пожалуй, привлекают больше внимания, чем громкие слова спикеров на сцене. 11 человек из 7 городов России, включая Екатеринбург, выстроились во фразу «стоп-перебои». Они молча кричат о проблеме с поставкой лекарств для ВИЧ-инфицированных, которые сейчас считаются одной из самых наболевших. Таким образом, они хотели сообщить первым лицам страны о том, что в ряде регионов России существуют проблемы с получением антиретровирусной терапии, с получением препаратов для людей, живущих в СВИЧ. По словам общественников, перебои начались в прошлом году, когда закупки и распределение препаратов для ВИЧ-инфицированных стали проводить централизованно. С тех пор регионы жалуются, что поставки жизненно необходимых лекарств запаздывают, их не хватает. Звучала цифра, что в России терапия сейчас получает лишь треть больных. Решение этих и многих других вопросов ищут участники международной конференции. У нас специальная бизнес-сессия для того, чтобы определить, что мы делаем. Я о чём говорил уже господин Ситипе, о снижении стоимости лечения одного больного, о замене большого количества таблеток, одной таблеткой. Это всё то, что мы уже сделали и то, что мы будем обсуждать в течение трёх дней. Бороться сейчас приходится не только с самим вирусом иммунодефицита, но и с теми, кто отрицает его существование. Из-за пропаганды так называемых ВИЧ-диссидентов, многие россияне отказываются от лечения, что нередко приводит к смерти. Так недавно в Иркутске из-за сомнительных убеждений скончалась мать троих детей. Женщина с 7 лет состояла на учёте у врачей, но под влиянием движения неверующих перестала принимать препараты. Ещё одна россиянка не давала лечить не только себя, но и пятимесячную ВИЧ-инфицированную дочку. Малышка умерла. При рождении ребёнка она также отрицала возможности даже наличия данного диагноза у своей девочки. Неоднократно попытки были, как у медицинских работников, у социальных работников, у психологов, привлечь маму к этому вниманию, убедить её в лечении, в обследовании необходимости ребёнка. Однако они были тщетны. Подобные движения есть и в Екатеринбурге, которые по иронии судьбы некоторые лидеры мнений прозвали столицей СПИДа. Те, кто отрицает существование инфекции, считают, что шумиха вокруг ВИЧ беспочвена. Мол, раз вирус в чистом виде ещё никому не удалось выделить, причины приобретения иммунодефицита могут быть самые разные. От радиации и плохой экологии до стресса. Сегодня в интернете этой информации нет. Чтобы кому-то сказали, что у него выделен ВИЧ. А интернет показать? Ну вы мне скажите тогда, если не интернет, вы мне скажите, у кого выделили ВИЧ. Потому что сегодня, вот мне все, кто обращались, они по всем медицинским центрам России обращались, ни один медицинский центр ВИЧ не выделяет. По словам диссидентов, раз инфекции нет, то и лекарства от ВИЧ, бизнесы больше ничего. Как же они тогда смогли выжить, парируют положительные. Я сама живу с ВИЧ уже более 16 лет, поэтому я понимаю, насколько важны эти препараты. И если бы я их не принимала, то меня сейчас не было бы в живых. Поэтому я вижу, как на моих глазах люди, которые одержимы вот этими идеями, умирают и заражают своих детей. Тех, кто прислушивается к идеям диссидентов, понять можно. Гораздо проще отрицать проблему, чем учиться жить с ней. Но здесь речь идёт о жизни и смерти. Поэтому, чтобы спасти доверчивых граждан, Минздрав разработал законопроект, запрещающий распространять призывы к отказу от диагностики и лечения ВИЧ. Отрицающих инфекцию хотят штрафовать. Параллельно врачи делают всё, чтобы больные перестали считать этот диагноз приговором. Глава Роспотребнадзора заявила о прорыве в области антивирусной терапии. К фазе клинических испытаний подходит препарат для профилактики ВИЧ. В выходные в Екатеринбурге официально, я бы даже сказал, триумфально. Открылся перестроенный центральный стадион. Наш город первым из хозяев Чемпионата мира по футболу, где специально затевались стройки под Мундиаль, закончил возведение арены. И там уже местная футбольная команда «Урал» играла с казанским рубином, хотя официальное и торжественное открытие было на второй игре, в прошедшие выходные. Сюда приехал столичный «Спартак», и наша команда отметила первый день рождения обновлённой арены разгромом москвичей. Об истории арены и её будущем прямо сейчас. Ради такого события футбольный газон не жалко. С танцами, живой музыкой и флагами открывается главная спортивная площадка города – обновлённая Екатеринбург-арена. Первый официальный пас, хоть и неловкий, передаёт губернатор Евгений Куйвышев, олимпийская чемпионка Ирина Зильбер и юный футболист. Свидетелями исторического события стало больше 35 тысяч человек, хотя ещё 4 года назад будущее место встречи было весьма туманным. И хотя футбольный опыт у центрального стадиона больше полувека, принять игры Мундиале он не мог, ведь по требованиям ФИФА на трибунах должно разместиться не меньше 45 тысяч болельщиков, а это в полтора раза больше, чем стадион мог вместить. Ломать нельзя строить. О том, где ставят запятую, почти год спорили общественники и строители. Чтобы сохранить исторический фасад, памятник неоклассицизма, активисты предложили с нуля построить новый стадион. Причём на окраине, чтобы избежать пробок. Бизнесмены же, что логично, учитывали не только историческую, но и финансовую ценность новой арены. Содержать её объясняли. Слишком дорого. Решено было встроить старые стены в новую арену. Такой проект пришёлся по вкусу и экспертам ФИФА. Мне очень нравится, что вы любите историю. Вы сохраняете историю и добавляете современное оборудование. Это очень хорошо. Все стадионы одинаковы, а ваш стадион отличается. Отличительных примет у обновлённой Екатеринбург-арены действительно много. Но главное – временные трибуны, каждая на 6 тысяч мест. По задумке, после Мундиали их демонтируют, чтобы сократить расходы на обслуживание стадиона. Однако идею многие горожане восприняли в штыки. Мол, с такой высоты плохо видно, крыши нет, капает и дует. И вообще, не стадион, а кастрюля какая-то. Однако на месте оказалось, всё не так уж и плохо. Трибуна очень хорошая, мне нравится. Видно всё, с поля как на ладони, всю игру будет видно. Ну и, собственно, кастрюлей мы не все его называли. Собственно, сколько людей, столько мнений. Но, как известно, главная проверка – боем. Уже в начале апреля Екатеринбург-арена встречала первых гостей – Казанский Рубин и армию болельщиков. Правда, призыв был сокращённый. На время тест-драйва продали на 10 тысяч билетов меньше. Первую проверку стадион прошёл на отлично. Команды сыграли в ничью, болельщики тоже довольны. И на входе без очередей, и хот-дога всем хватило. Однако уже через две недели – новое испытание. Армия красно-белых. Спартак-чемпион! Спартак-чемпион! Московский Спартак-чемпион! Матч с московским Спартаком организаторы называют репетицией Мундиаля. Все билеты проданы, в гостях больше 7 тысяч фанатов. Чтобы центр города не встал, центральные улицы перекрыли, а для болельщиков сделали отдельную парковку. Ещё на подходе к арене фанатские потоки разделяли полторы сотни волонтёров. Сектор «Б» и «А» просьба пройти к пятому входу. Остальные сектора второй и третий вход. Открытие Екатеринбург-арены, признаются и гости, и хозяева, удалось. Постаралась не только футбольная команда. «Урал» выиграл со счётом 2-1, но и команда организаторов. Много открыто входных групп, так что хорошо. И весь стадион за 18 минут покинуло. 30 тысяч зрителей за 18 минут. Это здорово. Мы помним матч в Лужниках, когда люди по 2,5 часа, по 3 выходили со стадиона. Их там держали на одной трибуне, на другой. Впрочем, репетиций много не бывает. Уже 6 мая шмели и стадион опять проверят на прочность. На сей раз Пермский Амкар. Это «Сумма за неделю» и ещё не конец программы. Впереди вторая часть, в которой вы увидите. Отучился, езжай работать по распределению. Зачем хотят возродить опыт советской трудовой принудиловки. И какие альтернативы есть. Литератор, сенсация этого года. Наш, уральский. Алексей Сальников и его Петровы в гриппе. Ставшие знаменитыми сначала в Москве, а потом и у нас. «Сумма за неделю» закрывается. Наше прощание и наши вам обещания. Оставайтесь на нашем канале. Мы вернёмся после очень короткой рекламы. Это «Сумма за неделю». Несколько сюжетов из недавнего прошлого про самое настоящее. Давайте продолжим и вспомним советский принцип трудоустройства. Отучился, езжай работать по распределению. Этот принцип предлагают возродить. Есть аж целый законопроект, который на неделе рассматривали в Госдуме. Объяснение такое. Выпускники не могут найти себе работу. Давайте им поможем. Сами выпускники на такое предложение обычно отвечают, что вроде бы и хорошо бы, чтобы помогли с первым трудоустройством. Но всё-таки не в обязательном, а в рекомендательном порядке. Легко ли быть молодым специалистом? В нашем городе разбиралась Вероника Князева. Не выпускник ищет работу, а работа выпускника. Такую идеальную картину придумали и намерены воплотить в жизнь депутаты Госдумы. Вернув в ВУЗы старое распределение. Когда студентов-бюджетников после учёбы отправляют работать на предприятие, где нужны специалисты. Вроде бы всё хорошо, так решаются сразу две проблемы. С кадрами и с трудоустройством молодёжи. Однако далеко не вся молодёжь понимает эту инициативу. Самые активные и инициативные уже и на четвёртом курсе находят себе работу. И зачастую не по специальности. Я могу похвастаться, что меня уже звали в пару мест, куда можно пойти поработать. Я в своё время проходила практику в Италии. С ленским языком была на стажировке, три месяца жила там. Работала в итальянском консульстве. Меня тоже туда звали уже. Но как-то я не очень хочу. На самом деле я думаю больше пойти в магистратуру и связать свою жизнь как-то немножко не по специальности. Пойти куда-то больше в медиа. К свободному рынку труда уже приспособились не только студенты, но и предприятия. НПО-автоматики всегда нужны инженеры и рабочие кадры. И специалистов самых редких направлений для них готовит вуз по так называемому целевому набору. Остальных так просто на предприятии не заполучить. Поэтому своего молодого специалиста здесь ищут почти самостоятельно. Начиная с пятых классов школ. На Семехатовских чтениях в этом году более сотни проектов. Один удивительнее другого. Он может брать пробы воды. Для этого там есть специальная ёмкость. Также пробу грунта. Он записывает всю картинку. Вот камеры под носом находятся. Правда, с неё сейчас снят колпак, чтобы было видно её работу. Также он записывает показания датчика магнитного поля, глубину до дна и температуру воды. Дана Пастухова презентует макет глубоководного исследовательского автономного дрона. Её научный руководитель – дедушка Валерий Павлович. Свою первую работу он нашёл сам, без распределения. И уверен, что это единственный правильный способ найти дело по душе. Тем более сейчас на всевозможных отраслевых конкурсах можно себя попробовать. Ни в коем случае распределение. Это просто отработка специалиста молодого где-то на каком-то предприятии. А вот такие конкурсы, они позволяют набрать именно хороших специалистов, которые бы в дальнейшем шли в ногу с тем предприятием, которым они работают. Одиннадцатиклассник Павел Сарыков уже помог решить небольшую производственную проблему на Уралкабеле. Вместе с другом он разработал датчик, сигналищий, когда в станке заканчивается иглопробивная лента. И тем не менее молодой изобретатель волнуется. Вдруг не сможет найти работу после вуза. Поэтому согласен и на распределение, и на целевое обучение. Мне кажется, что лучше, когда тех бюджетников, которые уже учатся, берут само предприятие. Потому что сейчас довольно сложно найти работу даже молодым профессионалам. Потому что работодатель в основном требуется опыт работы, и они не особо смотрят на то, чего ты достиг. Будет ли эффективен механизм в нынешних реалиях, сказать трудно. Молодые специалисты, попавшие под распределение не по своей воле, вряд ли смогут принести много пользы предприятию. Сейчас, признаются многие, учиться в вуз идут не только ради профессии, а больше, чтобы найти себя. Именно поэтому далеко не все инженеры-выпускники работают потом по специальности. Друзья мои, мы в 21 веке. Рынок труда открыт. Рынок труда говорит о том, что человек вправе работать там, где он считает нужным и хочет. А не там, где о нем думает старший брат, или завод, или университет, не дай бог. Понимаете, я не верю в это, в то, что мы можем вернуться в модель. Есть целевые модели, есть военные вузы. Там, да, за тебя государство платит, и ты говоришь, я добровольно соглашаюсь. Вот если человек добровольно соглашается, целевым образом отучиться 5 лет, или 4 года бакалавриат, или 6 лет магистратура, но потом он понимает, что он 5 лет должен отработать на предприятии. Это его выбор. То есть давать выбор человеку, да, это да. А заставлять человека вне его выбора, это невозможно. Помимо базовых знаний, современному выпускнику сейчас жизненно необходимо уметь общаться и себя презентовать, уверенно пользоваться компьютером и быть мобильным. И тогда, говорят специалисты по персоналу, легче будет найти свою работу мечты без всякого распределения. Петровый в гриппе и около него. Книга-хит екатеринбуржского писателя Алексея Сальникова, о котором еще в том году мало кто знал. Ну да, есть такой поэт местный, если вы понимаете всю степень сочувствия, которое иногда может вызвать человек, которого называют местным поэтом. Но в начале года случилось странное. Столичные критики и читатели рассказали широкой уральской публике, что у нас есть, оказывается, новый сильный автор с новым сильным текстом. Мы поговорили с Алексеем Сальниковым в этой студии. У вас же в юношестве еще был соавтор, вы весьма молодым человеком написали с другом. Ну просто писали пару вещей, мы написали с ним с удовольствием. Но это было просто писание ради удовольствия, ради спора друг с другом. Где-то издать это было просто нереально. Я говорю, нам казалось, где-то я в интервью говорил, нам казалось, что единственное, что нас останавливает от публикации, это отсутствие печатной машинки. Потому что рукописи от руки, мне кажется, нам тогда казалось, не принимаются. Они, может, действительно не принимались в то время. Это было в поселке Горно-Уральский? И в Нижнем Тагиле, да. Сколько вам было лет, когда вы написали с другом первое произведение? Лет по 18. И о чем было, если не секрет? Были пикантные сцены? Там были даже чересчур пикантные сцены. Насколько я помню, мы работали в сторону шока. Скажем так. Что-то такое сорокинское там проклевывалось. Именно поселок Горно-Уральский, он подарил множество детских впечатлений, которые нужны были кому угодно, наверное. Там была заброшенная узкоколейка ржавая. Там было много мест, где можно было ходить просто безопасно и одновременно опасно. Ну, то есть, голову никто не свернул бы, по идее. Потому что маньяков там не водилось. Ну, а самому можно было себе башку свернуть вполне себе. Я не думал, что это эстетский роман. Я просто написал, думаю, блин. Я когда точку поставил, думаю, какой дебил будет его читать, вот это вот разбирать, собственно говоря, всю эту вещь. Нет, оказалось, что кто-то все-таки это сделал. Людям нравится, несмотря на то, что он в интернете бесплатно до сих пор ведь лежит. А это вообще огромный плюс. Как ни странно, пиратство помогло распространить книгу. Оно как-то все равно работает интересным таким способом. Читательское внимание. Что если людям нравится книга, они все равно купят. А если не нравится что-то вот такое, они могут прочитать. Все равно найдут ведь в интернете. Просто посмотреть, что это за книга, проверить, понравится она им или нет. Все равно украдут. Как бы ее копирайтами не закрывали, как бы ее платные подписки не убирали. А все равно в итоге на торрентах выложат любую книгу и прочитают. Так что бороться с этим даже не знаю, есть ли смысл. Благодаря пиратству вы в Екатеринбург въехали триумфатором. Потому что я, например, про эту книгу и про вас узнал не от кого-то из екатеринбургских друзей, а от москвичей. Они мне написали, говорят, ой, у вас там какой-то новый замечательный писатель. Почему здесь не случилось признание? Почему не отсюда? Ну, видимо, все-таки Россия у нас такая, московско-центричная страна, да? И, может быть, поэтому нужно сначала встать, чтобы москвичи обратили внимание. А потом уже у нас до Екатеринбурга постепенно доходит. Так что ли? Поэтесса слава, о которой уже гремит по всей стране. Поэтесса, которая еженедельно получает самые главные призы. Наших, ваших зрительских симпатий Александра Аксенова. Сейчас она, как ни в чем не бывало, вспомнит о событиях этой недели, которые важны и интересны, но не вписываются в обычный формат передачи. Конкретно о закрытии Роскомнадзора мессенджера Телеграм и угрозе закрытия соцсети Facebook. Не спать, не жрать от этих вдруг. Что с нами дальше будет мама, когда не будет Телеграма, когда возьмутся за Facebook? Тогда пропали женихи, тогда к чему нам балалайки? А если вдруг отменят лайки, зачем вообще писать стихи? Зачем сылфач и смысл в еде? Куда девать все фотки, свинство? Зачем коты, когда нет инсты? И мнение свое взять где? А как войти нам в сториз? Эй! Ну что в жизни? Ладно, будет. Ползи в Телегу. Все окей. Хорошо, что этот выпуск, как и почти все выпуски нашей программы, заканчивается Сашиным стихотворением. Ведь эта программа последняя. Два с половиной года мы вместе с вами подводили итоги недели. Обсуждали интересные и важные темы. Неизменно старались веселить вас. Но пришло время прощаться. Без сожаления, но с объяснением. Дело не в вас. Дело даже не в нас. Дело во времени. Немного странно делать на современном телевидении еженедельную итоговую программу. Ведь каждый вечерний выпуск новостей, по сути, итоговая программа дня. Вы ведь включаете телевизор не столько, чтобы что-то узнать, сколько для того, чтобы со всем городом почувствовать солидарность. Вместе пережить произошедшее. Мы закрываем программу, но не уходим из эфира. Прощаемся, но не грустим. Разве что совсем чуть-чуть. Нам было хорошо с вами и друг с другом. Теми, кто делал сумму за неделю и теми, кто делает ее до сих пор. Она же еще не кончилась. Есть несколько секунд. Но самое главное, самое важное слово, которое хочется произнести сейчас. Спасибо. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Схема транспортной развязки у тебя лежала на столе. Я почему сюда пришел? Я вот просто как бы гулял, так вот тут оказался. Ты рассказывал мне сказки, да только я не верила тебе. Потом все это надо будет тщательно нарезать. Залить смесью взбитой. Кто такие, кто и кушается? Это люди, которые истерия, кричат. Блокбастер. Картавит немножечко. Скажи, ЛДПР. ЛДПР. Там на асфальте мокрые классики рядом. Одноклассницы имя размыто не видно. Подъезда лужа размером с Канаду. Но я перепрыгну, я перепрыгну. Там у меня есть друг. Есть пальто и ночь на двоих. Его разбудит стул. Спросит, кто? Скажу, свои. 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 Подожди. Степ, я все забыла. Свят, я все забыла. Продолжение следует...